Всем привет! Скульптис Альфа-6 и давайте рассмотрим, как сделать Таноса. Я его уже раньше делал. Рассмотрим именно, какой у него череп, мышцы на лице и так далее. Почему именно скульптис Альфа-6, а не в Зебраш? Ну, то же самое, что в Зебраш, что скульптис Альфа-6. В принципе, те же кисти и все то же самое. И здесь мне больше нравится. Так, погнали! Будем делать не с болванки, а именно вопрос, в чем состоит. Как начать делать Таноса именно со сферы? Так, первым делом включаем симметрию. Перед нами вот сфера. Что нужно сделать? Нужно ее повернуть в бок, вот так вот. И грабом давайте болванку создадим вот этой, именно черепа. Делаем побольше кисточку. Так, интенсивность можно на середину поставить. И пока можно детализацию отключить, пока будем вытягивать. И вот так вот вытягиваем. Смотрим, что получилось. Вот получился вот такая получилась заготовка. Следом, что нужно сделать? Наметить шею. Шея будет намечаться у нас уже кисточкой драйв. Именно побольше делаем детализацию, чуть-чуть меньше середины. И теперь кисточку чуть побольше и набрасываем шею. Так, интенсивность тоже на середину, чтобы долго здесь ее не тянуть. Кидаем побольше, тут в принципе без разницы. Все равно все это дело потом дорабатывать, тянуть. И вот в разные стороны нарабатываем массу. Теперь включаем граб. Побольше кисточку. Опять же в боковое положение. И давайте вот, чтобы захватить именно даже челюсть. Потому что тут вот в программе не должно быть складок. И нам нужно вот придать где-то вот такую штуку. Вот так вот. Вот такую заготовку сделать. Вот эту часть можно еще побольше. Кисточку чуть-чуть, граб поменьше. Здесь вот можно уже поддавить. Ну и в принципе вот это нас должно устроить. Для начала. Потом здесь можно еще поднакидать. И уже будет шея и так далее. Принцип в чем? Вам сначала, прежде чем начинать лепить, нужно изучить черепа. Вот сейчас я поставлю рисовалку. Вот здесь вот для вас поставил. Череп как заключается, да? Ну где-то вот таким вот образом. Приблизительно вот это череп. Здесь вот типа глаз, пустота для глаза. И черепа бывают разные. Вам нужно просто открыть картинки, посмотреть типы черепов. Так, где у меня тут стерка. Теперь можно опять вот, давайте поменьше поставлю. И черепа бывают вообще разных вариантов. Бывает у черепов идут зубы вниз. Вот так вот. Вот допустим, вот этот череп. Здесь у него губы. И вот так вот как-то он выглядит. Зубы пошли у него вниз. Тип лица будет, ну один скажем, да? Так, это дело опять же убираем. Так, теперь что еще? Бывают зубы идут кверху. Вот так. Тогда выпирает череп. Именно скула здесь как-то уходит в бок. И тип черепа меняется уже. Зубы идут вот так вот. И уже тип скулы меняется. И разные вот такие вот длина черепа. Вот все это тип строения человека. Ну где-то так вот. Как смог так объяснил. Посмотрите картинки именно типы черепов. Так, все это мы пока убираем. И начинаем лепить дальше. Вот нам нужно теперь Таносу сделать вот этот вот череп. Опять же повторюсь, есть способ, по которому проще начать лепить, да? Мы сначала наносим приблизительно нос, приблизительно губу и приблизительно давать им вот челюсть набросаем. Вот сбоку у нас шифт, правая кнопка мыши получается вот такой вот так, вот такой типаж. И вот с него уже вырисовывается именно персонаж. Здесь еще можно разный угол лба сделать. Ну, в принципе, вот уже что-то. Теперь нам нужно просто вот это все вытянуть. Ну, это самый простой способ именно для начинающих. Мы все это делаем большой кисточкой граб вот этой просто вытягиваем вперед. Потом уменьшаем кисточку чуть-чуть, скажем так, дорабатываем именно вот этот профиль и придаем заднюю часть черепа. Вот так. Все, как он выглядит в фаз не волнует. Главное, что у нас вот уже намечен профиль. По этому профилю мы можем начинать уже именно ну, резать и какие-то создавать мышцы. Допустим, наметить глаза и уже где-то отбить череп, где-то отбить скулу. Ну, в принципе, наметить уже типаж, по которому можно лепить. Вот это самый простой способ. Так, Ctrl-Z. Вот с него давайте и будем дальше начинать лепить Таноса. так затяжек нам не надо. Выбираем драф и наметим именно глаза. Вот эти впадины глаза у Таноса они человеческие не большие ни мутанта никого. Просто вот наметим, что здесь должны быть глаза. Здесь будет у нас губа. Ну и все. Нам нужно добавить вот к этой болванке просто узнаваемые его черты и будет готов Танос. Работать лучше клеем, что в The Brush, что здесь, да и Скульптис GL тоже клей незаменимая именно кисточка, но на мелкой детализации. Чтобы вы нежнее накидывали и не боялись допустим где-то что-то перебрать. у Таноса вот такой тип лица. Здесь добавляем ему еще побольше подбородок. Прямо сначала можете подбородок прибавить очень много. Уменьшить не проблема. Так, вот здесь, а здесь уже можно без клей прям еще больше поднакидать. Ну вот что-то уже вырисовалось, да? Давайте наметим теперь уши Таноса. У Таноса уши маленькие. Просто намечаем. Сначала создаем именно болванку. Так, теперь бы хорошо бы сразу наметить клейм шею. Здесь вот добавляем мышцы. Опять же анатомию вам нужно будет хотя бы в каких-то простых вариантах это все дело изучить. Так, вот это все накидано. Сзади уже все готово, потому что голова сферическая, шеи тут поиграем, потом наметим. Ну и погнали. Что у Таноса есть? Мышцы вот здесь вот на лице. У него есть также скула. Она у него небольшая. У него небольшие бровные вот эти дуги. Это все просто накидываем. Ну и маленький нос. Теперь что можно сделать? Ну вот в принципе рот нам пока не понадобится. Его можно убрать, чтобы он глаза не мозолил. И набросаем сначала вот эту губу. Вот у него вот такая должна здесь быть губа. Так, что еще у него? Челюсть у него большая за счет вот этой складки нижней вот на челюсти вот так вот. Вот эта складка кость кость вот эта. Здесь вот в этой части здесь находится щека. У себя попробуйте щеку. Это как тряпка. вот здесь она просто висит. За счет нее не складывается именно объем лица. Вот за счет вот этой щеки. Он складывается за счет жировых вот этих вот жира вот на этих местах допустим. Которые потом вот это дело тут поднадувают. Вот это вот типа здесь вот жир может быть. Там где-то накидан. Так, что еще можно сделать, чтобы Танос если вы делаете бюст то в принципе вам нужна еще нижняя часть. Тут клей отключаем и просто тупо накидываем больше массы вот этой со всех сторон просто кидаем вот так вот так вот спереди ну чтобы не было опять же шифтом выглаживаем и можно еще флаттен вот флаттен тоже незаменимая такая кисточка она убирает вот эти все затяжки именно скульпты с альфа шестой так здесь пока кисточку побольше и вот придаем пока вот внешний вид вот так вот здесь теперь можно подтянуть тут тоже поднатянуть чуть-чуть к плечам ну пока вот создали вот такую заготовку все здесь будет пролепливаться дорезаться ну и погнали так делаем челюсть еще побольше переднюю часть можно побольше лоб в принципе не трогаем череп можно вообще не трогать единство что здесь немножко сжать его ну вот получается уже считай Танос так вот эта часть убирается включаем клей где-то добавляем задние вот эти мышцы накидываем мышцы вот так вот на шею здесь идет вот эта мышца она подходит вот сюда вот так ну и гортань вот эту часть чуть-чуть поднакидываем тут будет гортань ну вот уже один вариант ну а дальше просто наработка массы пока ничего такого не делаем просто нарабатываем массу где-то склеем где-то без склея определяем именно форму носа где-то добавляем массу на дуги вот эти бровные так что еще тут можно сделать наметить альтам вот эту губную впадину от нее тоже будем плясать ну и дальше резко так теперь детализацию чуть-чуть еще побольше так нос у него вот так идет потом он еще доработается опять же изучите формы носов как нос устроен вот так вот здесь мягкие части вот эти по носу идут их можно поджать носу таноса здесь на переносице очень маленький здесь как-то вот чуть-чуть он задран кверху так как-то мочки вот эти носа чуть-чуть попышнее так нос чуть-чуть еще поменьше он у него вообще маленький все это дело подтягиваем где-то доформляем где-то вот скосы вот эти вот боковые проходим вот эти скосы очень важны и вот эти скосы именно вот здесь сбоку здесь мягкие ткани уже идут пока флаты нам все это дело вот так вот приминаем подгадываем вот так вот ему форму и полностью все пока выравниваем где-то проходим нос делаем его где-то более такой набросанный плоский уплотняем вот эту вот часть опять же подрезка идет под углами не бойтесь резать уплотняем уплотняем чтобы получилась как бы губа ну вот уже что-то так теперь грабом кисточка побольше чуть-чуть это дело вот так и челюсть чуть-чуть вперед и чуть-чуть она у него округлая вот так идет шея еще немножко потолще и немножко пониже вот так грудина тоже пониже плечи тоже как-то можно пока оттянуть все это будем опять доделывать надрезаем надрезаем уши намечаем уши тоже вот они у него маленькие кто смотрит канал я уже показывал многие части как делать так намечаем горло опять же резкой и намечаем вот эту часть здесь вот ключица вот от нее будем плясать теперь флаты нам можно вот эту мышцу чуть-чуть вот сюда вот в боку срезать она гладко идет сюда а эту мышцу чуть-чуть вот так уплотняем низ если это будет бюст если это не будет не бюст то просто делаем какую-то часть шеи так ну вот теперь нам что нужно точный вот этот профиль когда мы вот это все поднабросали это все у нас есть вот это вот набросок все намечено тут вам понадобится уже рефы вот здесь пошире у него здесь как бы тоже побольше и вот эта часть у него уходит пониже вот так тут за счет губы будет у него оформление ну и вот эта часть полукругом так тут черепушку можно немножко приподнять где-то увести находим хороший реф и так вот у нас реф также рефы можно вставлять в зебраж прибавляем персонажа чуть-чуть его вот ловим побольше ставим вот губы попали теперь нужно вот это все дело немножко тоже подкорректировать тут немножко идет в этом углу искажения и в этом углу искажения вот посередине ровно так что старайтесь реф ставить ровно так просто прислоняйте словом к рефу вот так вот и уже вытягиваете корректируете я буду смотреть просто и лепить и так теперь берем граев клей и вы видите форму именно скулы начинаем со скулы намечаем вот эту вот часть тоже и вы видите что ухо ухо у него еще меньше и еще дальше так и вот рез идет по глазам вот примечайте тип черепа рез по уху окружность челюсти и тип вот тип лица вот он туповатый у него и вот этого все у кого приметите вот с этого и начинайте построение вот получается у нас теперь нужно сделать тупой тип лица окружность у нас такая череп у нас такой же вот и получается нужно опустить глаз и ухо вот здесь вот должно быть вот все это дело когда вы приметили давайте все это дело исправлять подгонять и делать словом Танос грабом грабом опускаем ухо еще ниже потом подкорректируем так челюсть еще делаем поприкольнее теперь опускаем вот эту часть глаза челюсть тоже опускаем так нос уменьшаем граб и нос у него туповатый вот так здесь у него вот так вот выходит и нос чуть-чуть вперед так подаем но это не факт еще так намечаем вот этот рот он у нас правильно на месте намечаем скулу вот этот поворот мышцы у нас правильный ну вот это все можно пока шифтом убрать чтобы не мешало и просто клэем теперь вот можно здесь альтом чуть-чуть убрать сделать впадину над глазами шифтом выгладить так сбоку докидываем массы на нос тоже накидываем и без клэя намечаем губу теперь флаты нам все это дело выравниваем и под углом побольше и вот так создаем угол вот так вот намечаем если этого будем гражданина делать сразу складки и какие-то части вот здесь резь можно поставить над глазом так здесь вот округляется и нужно вот так вот сделать включаем драф без клэя сейчас я вам покажу сначала сделаю так проводим здесь вот такую вот полосу вот так следом клэем накидываем вот здесь вот мышцу так походу мышку все-таки придется поменять через раз нажимается так вот таким вот образом мышцу накидываем вот сюда это вот эта вот мышца и она идет закруглением прям побольше кидайте не бойтесь потом еще флаты нам пройдемся так что еще тут можно приметить что челюсть вот это вот верхняя она сочетается со скулой вот этой вот так это вот уже многовато но масса набрана правильно теперь нам нужно это чуть-чуть уплотнить потому что теплица у него овальный так нос уменьшаем и подаем немножко черепушку вперед вот так в принципе мы не должны трогать уже черепушку вот это но походу появляются разные моменты так вот когда мы вот это все поднакидали и уже Танос более-менее вырисовывается по массе нам нужно вот эту часть скосить вы видите вот эта часть скошена а это скошена в эту сторону а это в эту вот это давайте проделаем берем берем флатен так сначала уберу эту стукенцию берем флатен уменьшаем размер кисти ставим боком подгадываем и вот эту часть вот так вот прорисовываем так эту часть вот именно вот эту делаем скос вот сюда вперед вот так здесь пока выглаживаем смотрим что у нас с носом это уже профиль сейчас возьмем фаз и будем уже дальше дорабатывать пока работаем с профилем так следующая мышца вот эта она как бы сейчас вот опять же как это показать она идет вот таким вот образом вот так и вот нужно ее тоже флатеном уменьшить только кисточку теперь побольше ее почти не должно быть вот так вот эту скулу оставляем так сейчас еще нарисую вот эту скулу мы не трогаем а вот эту часть угол делаем вот так и вот так сейчас стеркой уберу еще вот здесь у нас должен появиться вот такой вот угол вот его мы должны доработать именно флатеном вот вы видите что она смягчается вот так вот так челюсть вот эту тоже здесь уменьшаем вот уже преобразился скула на месте здесь появилась вот эта складка которую можно под боком вот так дооформить вот эта часть у нас теперь намечена вы видите что угол появился а вот эту часть нужно тоже уплотнить и как раз можно зацепить нос сразу у нас получается губа которую мы тоже также под углом проходим вот так вот у нас он уже вырисовалась так теперь вот эта вот губа здесь не должна быть мы ее тоже флатеном вот эту часть должны как бы сделать углом и вот мы под углом к этой кромке все это дело выглаживаем получается вот такая штука здесь делаем надрез вот таким вот образом для чего для того чтобы нам отбить верхнюю губу это уже флатен идет мы должны отбить вот эту верхнюю губу вот вот таким вот образом и низ тоже больше дорезать так вот этот низ вот вот таким вот образом так ctrl z перебор интенсивность побольше кисточку побольше можно поставить и вот под углом под углом что-то в таком духе это делаем так вот эту часть вот эту часть нам теперь нужно надуть вот так губы вот вот эту она должна у него полукруглая быть как человеческая так подбородок есть вот подбородок вот от губы теперь сейчас опять нарисуем вот эту губу теперь не трогаем а вот этот подбородок нам нужно как бы ну так углом тоже сделать ставим боком вот этого словом бугра вот этого не должно быть нам нужно его просто ликвидировать здесь он хоть и есть но в принципе он должен тоже тупым быть вот чуть-чуть его убираем а здесь шифтом сглаживаем вот я его хочу сделать поменьше для чего чтобы потом когда я буду работать с флатаном я мог нормально вот это все дело контролировать вот и вот где-то залезть вот на эти части здесь тоже мягкие ткани губы проходят так ну это все понятно давайте теперь так это не обязательно я так просто машинально делаю нам теперь нужно выровнять нос выбираем нос опускаем и вот здесь вот эту часть делаем побольше а раз выходит у нас вот эта часть побольше то нужно сделать и лоб сразу подтягивать вот так и как бы заводить его кверху вот таким вот образом но здесь вот все равно поменьше должно быть вот так вот лоб должен быть поменьше и вы видите что сам сам тип лица уводит череп вот этот как бы кверху вот так вот и чуть-чуть его поменьше скулы чуть-чуть надуваем подбородок можно сделать чуть-чуть туповатый так ну и шею вот эту чуть-чуть поднадуем вот так и чуть-чуть плечи оформим чтобы шея отделяла именно плечи так здесь пока все шифтом выглаживаем и вот этот глаз нужно еще пониже опустить и брови чуть-чуть еще поменьше вот так вот так разбираемся с ушами вытягиваем вот это ухо вот так вот и немножко его зажимаем пока к черепу для чего чтобы можно было его сплюснуть здесь вот проходит уже складка здесь мы можем потом чуть-чуть ее подрезать откорректировать проходим его немножко флатеном так здесь у нас здесь у нас лоб вот так вот выходит и давайте подналепим ухо без клея поднакидаем общую массу вот так теперь кризом можно все это дело порезать где-то что-то отбить ухо пока опять же наметки сильно дюжит в детали можно не вдаваться так все это дело выглаживаем ставим кисточку вот эту граб и нужно нам вот это ухо надрезать именно альтом создать пустоту вот эту вот появилась пустота теперь немного ухо от пустоты драйвом отводим в бок а эту часть где мы накосячили ну как многие подумают заполняем вот этой вот клейм массой и шифтом все это дело выглаживаем так теперь у нас слишком большая вот эта часть здесь мы ее уменьшаем и шифтом выглаживаем вот таким образом теперь если где-то что-то у вас торчит так вот таким образом то флатон все исправит и чуть-чуть здесь поднадуть во ну где-то что-то можно тут еще доработать где-то пройти пока под углом наметить вот эту часть декадык условом создать приятный внешний вид что-то в таком духе потом можно где-то больше поднакидать где-то подправить но пока именно должна создаться вот эта часть теперь уши слишком далеко мы чуть-чуть выносим и делаем два надреза кризом чтобы получилась складка за ухом вот это иначе она будет приминать только в одном направлении и будет ухо только уплотнять вот а так она делает подрезку ну в принципе достаточно провозился я с формой здесь можно наметить где будут глаза вот так глаза у него будет маленькие здесь уже в принципе все намечено здесь вот будет мышца сейчас вот посмотрим как она будет идти нос тоже уже отбит здесь вот надрезы можно создать складку ну в принципе что-то что-то в таком духе должно у вас получится смотрим смотрим сверху вот этого угла быть не должно потому что будет не интересно вытаскиваем вот эти дуги теперь вперед вот так вот и создаем немножко тут угол вот как-то так и флатеном создаем вот этот треугольник ну не треугольник а как бы угол мягкий вот ну и вот эту часть тоже под углом можно вмять сюда здесь подровнять скулу немножко тоже острее сделать здесь вот создать полукруг мягкий переход словом вот так вот чуть-чуть выровнять эту мышцу ну и все в принципе начало положено хорошая болванка вот так вот на это все ушла 41 минута так теперь давайте вот эту часть докидаем вот здесь у него мягкие ткани типа горла вот так вот здесь вот как бы складка вот она тоже создает мощный вид такой челюсти вот так вот теперь флаты нам немножко от объем пока вот эту часть вот эту челюсти и горло тоже немножко здесь создадим как бы угол так что еще тут здесь уже флаты нам можно немножко нос накидать и вот так надрезать и так вот такая болванка вот таноса примечаем опять же все вот эти части где что да как вот чуть-чуть нос у меня так что тут с носом нос чуть-чуть у него вздернут но в прошлый раз я лепил нос был немного вдавлен так поднадуем сразу череп отобьем его нижнюю часть вот так чтобы знать что здесь вот уже череп переходит в ухо и в челюсть так здесь надрез здесь включится здесь делаем вот такой вот переход как бы треугольником вот так вот шея идет одна часть пошла на ключицу вот это а вот здесь уже у него упадина вот так вот здесь впадина вот так вот здесь впадина а вот эти части вот вот эти вот мышца верхняя вот эта она здесь должна быть большая вот так вот как-то и чуть-чуть уходит она назад вот так вот вот этим кнопка воздухом обнимается в каком образе Продолжение следует... Так, что ещё можно сделать? Это надрезать... Так, вот эту часть. И немножко вот эту часть тоже подкорректировать. Так. Итак, вот такая заготовка Таноса. Дальнейшее уже... Дальше что нужно делать, это уже наносить черты лица, именно дорабатывать немножко мышцу. Ну, в принципе, вот он уже готов. Вот Танос. Он уже, в принципе, как есть. Чуть-чуть доработок, чуть-чуть корректировки. Где-то, может быть, вот эту часть ещё вперёд подать. Вот так вот. Ну, и губы, чтобы не были вздёрнуты. И чуть-чуть губы вперёд. И вот эту часть поровнее. Ну, это уже детали, которые будут дорабатываться в процессе дальнейшей вот этой вот работы. Ну, а пока болванку делать вот так. Всё, всем пока, до свидания.